привет братья шурави и не только а также все ребята которые служили в армии советской армии особенно мужики все кто служили ну и все кто смотрит мои видеорепортажи читает мои книги и статьи сегодня специально серьезный репортаж с документами ну чё парни дело-то ведь серьезно 90 лет в вдв отметили наши десантники я снял видео в москве но что хочется сказать грустно немножко ребята грустно среди нас среди десантуры среди вообще шурави завелось приличное количество оборотней а также людей которые не являются не ветеранами афганистана не ветеранами других боевых действий вообще ветераны боевых действий не является но и не являются десантниками так далее так далее но есть еще и люди которые вредны для нашего братства это откровенные шпионы так будем сказать которые непонятно вообще кому служат они зачем для чего они все это делают ко мне на почту в комментариях приходит много в том числе и негативных комментариев где многие парни может быть и нормальные пацаны да все не верят до конца что человек который когда-то проходил службу в десантном войсках в афганистане сейчас стал блогером и так далее так далее и вот для всех неверующих ребят но не доверяю да я сам многим не доверяю чего греха таить сам такой же чтобы доверял человеку это очень нужно много с ним путь соли съесть иногда 10 лет доверяешь человеку а потом оказывается что человек то время у тебя отнимает или вообще лжет тебе на протяжении всех этих лет и такие вещи бывают тоже давайте я думаю для всех будет это интересно кто мы такие афганцы кто мы такие десантники и вообще откуда берутся блогеры и в частности откуда я пришел в эту военную журналистику как сейчас вот называют блогеры в интернете но я не первый день этим занимаюсь делом я художник писатель после афганистана учился высшим военно-политическом училище имени брежнев свердловске то есть это было всегда со мной мне всегда эти вопросы были интересны освещение вот этих новостей но давайте немножко начнем с афгана а потом я расскажу то что было утка пролетела все крякает приветствует то что было со мной до службы в армии немножко расскажу про своего деда про своего отца но и почему я попал в вдв и в частности потом продолжал службу в кабуле 103 в дд и так это будет всем интересно смотрите ребят вот такая вещь грамота президиума верховного совета ссср она есть у каждого пацана у каждого воина интернациалиста шурави и к ней прикладывается вот такой-то за вот такой же знак но намек намек ясен да нам сделали такие же грамоты верховного совета но практически так как оформлено как герой советского союза очень похоже подпись горбачева здесь вот впечатана фамилия владельца в данном случае это моя фамилия имя отчество на первой странице вот этой грамоты знак воин интернационалиста буду каждого шурави есть такая грамота которую мы храним это в общем то такая достойная вещь на всю жизнь печать патриота который выполнял приказа родины на территории других государств другого государства в частности афганистан оператор там была видна да фамилия все впечатаны приземь верховного совета ссср замужество и воинскую доблесть проявленные при выполнении интернационального долга в республике афганистан кстати хочу сказать что эту грамоту мне выдавали в высшем военно-политическом училище а потом когда я уже уволился со службы в армии отчислился из училища по собственному желанию мне точно такую же грамоту вызвали на вручение в военкомат в мой военкомат откуда меня призывали в советскую армию но я уже объяснил военкому что у меня есть уже и знак и такая грамота то есть видите там были накладки такие что больше было выписано но они как военкомат обязаны были выдать мне такое я уже сказал что у меня есть уже такая и ну видимо второй экземпляр опять на меня убрали в архив к теме нашего сегодняшнего разговора моего рассказа это как бы не относится я немножко забежал вперед давайте пока все это уберем аккуратненько в карман знак чтобы его не потерять потому что он у меня один все таки сейчас я вам буду рассказать про своего деда и отца итак друзья июнь 1937 года вот мой дед через несколько лет начинается война и дед в качестве насколько рассказывал отец в качестве комиссара партизанского отряда с парашютом выбрасывается в лесах калининского фронта а в чем был учителем всегда учителем физкультуры истории в школе и вот сорок первом году он получает определенную подготовку и парашют на десантную и выбрасывает их с группой в калининских лесах для формирования партизанского отряда вот такой мой героический дед в 1942 году сессовские батальоны организовали мощную зачистку вот этих лесов и несколько партизанских подразделений было уничтожено просто полностью в том числе и отряд где воевал мой дедушка то есть все вот после этого дед пропал без вести насколько я знаю семья не получала никаких льгот пробивались там никаких больше оснований никаких писем дед уже не присылал с фронта он пропал как и сотни бойцов партизанских отрядов партизанские отряды я вам доложу это спецназ это советский спецназ парашютисты те же гору те же разведчики а вот это мой отец но вот отец служил на дальнем востоке в части пво по военно учетной специальности стрелок но друзья ну понимаете да значит дед фронтовик погиб на войне отец служил но неужели я куда-то увильну и и конечно в те годы 70 80 в д.в. но это была религия для пацанов попасть в д.в. понимаете поэтому конкурс был в десантуру я вам сейчас скажу в солдаты десантники 15-30 человек на одно место но и так друзья что долго ходить как я готовился в десантуру все это я знаете не буду на этом отвлекаться потому что видео у нас получилось очень большой да я готовился буквально 14 лет с 13 я готовился физически постоянно ходил в несколько секций спортивных хоккей потом ушел из хоккея у меня было зимние лыжные гонки гребля на народных лодках я там получил разряды тоже по хоккей у меня тоже разряды за год до армии я ездил от военкомата поступать в новосибирское высшее военно-политическое командное училище классное училище тоже было рота не только мотострелковой но и отделение или два отделения мурпехов и рота в д.в. было готовили политработников именно для воздушно-десантных войск не поступил друзья по странной случайности уже был зачислен в училище и на первом построении уже когда нас отправлять хотели в лагеря на подготовку нас вывели 10 человек сказали ребятки вот тут у нас к сожалению немножко так облома обламываетесь вы приехали 20 человек суворовских училищ так и сказали ну ребята это дети полковников и генералов они вместо вас я вообще там в тайгу пошел у меня такая злость истерика небольшая меня там морпех поймал помню морпех парень такой хороший толстоватый но поваром служил в морской пехоте никогда это не скрывал он говорит ты чего расстроился то я говорю как отчислили только приняли и все и экзамен сдал он говорит да радуйся к мамке и папке поедешь еще год свободы это нам говорит мне терять нечего давай изжай говорит не расстраивайся значит не поступил сейчас не надо и все я возвращаюсь в Свердловск и мне военком рассказывает что да он в курсе что я не поступил но меня уже ждут ребят в Омском высшем командном училище все но я отказался вот здесь у меня почему-то ёкнуло что нужно все-таки ослужить срочно посмотреть посмотреть что как вот так сломя голову военное училище я так подумал да Сань надо еще подумать давай-ка сначала срочку там видно будет что это такое вообще год проработал на заводе рабочим сначала учеником стойлероплотника модельщика металлургическом цеху а потом уже и рабочим третьего разряда ну пацаны значит это самое он видимо меня напугать решил вы видели да вот этот финт весь но он видимо решил десантника напугать понимаете я в чистой рубашке и вообще классно классно что они это сделали вот сейчас вот сюда бы если бы меня здесь висел он бы побоялся вот так значит это нариманы наверно так кайфуют на будем сюда вот вылететь чтобы у них все это мотор тут все взрыв такой блин классно было бы но оператор сняли да вот какой финт он у нас сделал классно вообще значит и вот он контент видите улучшил как то есть где только мы не снимаем там начинается либо фильм боевик приключения или детектив вы представляете что творится поехали дальше парни все значит мечта моя сбылась я прошел медкомиссии и своим упорством в военкомате добился того что военком меня направил в вдв и так друзья вот моя дембельская уже разгладил ее дембельская нашивка сохранил на память в альбоме держу вот документ удостоверение это прислали моим родителям моя фамилия войсковая часть 01660 но это секретная часть то время было номер справки такой 299 городка у нас это вдв это учебка воздушно-десантных войск которая входила в систему гайжунарского гарнизона командир части но класс наш полковник подписывался или подполковник подполковник онищенко онищенко наверняка этого офицера многие знают кто служил в вдв командовал в афганистане в афганистане командовал нашим батальоном связи в 103 вдд а потом уже приехал и вот принял нас как раз молодое пополнение в каунасе ясно да то есть он вернулся только с афгана по окончании учебного подразделения сегодня ребят признаюсь искал три часа вот эту штуку я ее потерял понимаете искал удостоверение министерства обороны ссср это для меня штучка очень дорогая ребят видите нормально да видно открываем друзья печать войсковая 01660 даже номер удостоверения есть в архивах везде есть радиотелеграфист 3 класса командир восковой части 01660 и когда выдано апрель 85 года удостоверение 77 стаж практической работы пи 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 радиотелеграфист то есть мы изучали азбуку морзы очень серьезно подполковник онищенко с этим удостоверение я уже полетел в афганистан вот он мой золотой вот он мой вот он первый мой значок парни мы любим эти наши первые значки это крещение в небе вдв кусочек неба значит вручали прям после после первого прыжка зимой если не изменяет память после двух с половиной три или трех месяцев подготовки мы совершили первый прыжок это зимняя подготовка была достаточно глубокий снег дело в том что во второй прыжок вообще был глубокий снег но я сейчас рассказываю про первый прыжок свой значит и прямо на площадке приземления на пункте сбора когда мы все с мешками с баулами собранными куполами уже пришли комбат построил нас дождались всех парней вручали нам береты вдв и вот эти значки писаете в ладонь вот так взял я его каждый каждый парень целовал свой значок и я вот его так сжал у меня потом здесь капелька крови выступил на ладони потому что он остренький мне вот очень нравится что звезда вот эта острая у него он остренький весь такой понимаете в принципе и можно даже где-то это что-то перерезать видимо специально они такие сделаны если десантник в плен попадет вот этой звездочкой можно на делов наделать еще кому-то супостатам навредить в общем вручали прям зимой после первого прыжка вот этот значок это все у нас учебка вдв в каунасе а чтобы закончить рассказ про учебку значит командир 3 роты курсантов гвардии майор падалка только что прибыл из афганистана только что и вот он меня после учебки не хотел отпускать в афганистан но я потом как-нибудь вам расскажу старшина нашей роты гвардии прапорщик или старший прапорщик грибанов отлично мужик был отличный сержантов по фамилиям всем не всех не помню но про сержантов будет отдельный рассказ про дедовщину потому что сержантики у нас баловались дедовщиной но наконец-то дошло до меня значит мой военный билет а то опять как все показала военный билет не показал не показал военный билет нам свой печать 01660 моя учебка с ноября 84 по апрель 85 года вуз вуз учетная специальность видимо секретно поэтому цифрами написали значит начальник штаба нашей части кстати забыл упомянуть классный классный гвардии майор тоже после афгана майор капицын многие тоже его знали все далее прибываю в афганистан смотрите кто там еще тут у нас ряженый кто тут мне еще пацанам говорит в ч 15 831 это афган друзья в ч полевая почта 15 131 за штатом первые дни далее начальник штаба 15 831 майор паршин помню майора паршина кто в афгане был знают такого майора кто был в отдельном десантном парашютном гвардейском батальоне связи 103 в д д д все далее радиотелеграфии здесь переведен на должность и снова подпись паршин а дальше уже идут печати свердловска высшего и на политического училища и другая история друзья знаки которые нам прописаны знак парашютист знак гвардии знак специалист первого класса специалист первого класса это уже год я отслужил в афгане мне написали потому что я сдал на радиотелеграфиста и радиста первого класса и знак цк дома но это медаль афганская медаль знак цк дома воинская доблесть но и медали благодарна афганского народа это уже военкомате мне написала военком ну дальше прописано оружие у меня было очень много автоматов давайте Ну, посмотрим. АКС-74У. Противогаз. Командир. Майор Падалко, кстати. Майор Падалко, я не ошибся. Потом в Афганистане АКС-74. Потом заменили нам автоматы новые. Вот здесь Сазонов. Вот только-только я уезжал. Представляете, капитан Сазонов был у нас. Два срока был в Афганистане. Орденоносец ранение получал. Вот, последнюю страницу показываю. Весьма интересная вещь, весьма интересная. Смотрите, перед отправкой в Афганистан нам поставили вот такие вакцины. То есть, представляете, как пацанов готовили? Чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы, шурави, какие-то дурачки, которых всех подряд пацанов гребли в Афган. Значит, была серьезная комиссия медицинская. Давайте, зачитаю вам. В марте 1985 года ставили нам в учебке какие вакцины? Вакцина оспенная, сухая, одна доза. Через несколько дней в начале апреля брюшно-тифозная сорбированная вакцина, одна доза. Далее. 1 апреля... Ой, 10 апреля 1985 года вакцина чумная, живая, одна доза. 12 апреля. Гамма-глобулин, одна доза. Начальник штаба ВЧ-016-60 майор Капицын. Ну, поняли, да? Серьезность, положение какая. Далее. Вот здесь, значит, сдавали на группу крови станция переливания... Город Каунас. Станция переливания группы крови. То есть сдавали... И так сдавали кровь на нужды. 400 грамм. И сдавали на группу крови. Вот такие дела. Все это очень интересно, на самом деле. Друзья, и в конце служба в Афганистане. Сейчас не буду показывать. Потому что не об этом статья. Каждому шурави ставится штамп, что проходил службу в ДРА. С такого-то по такой-то. Вот на основании этого штампа. Это очень важный штамп. Кстати, были случаи, когда ребятам забывали штамп поставить. Это будет в другом рассказе. Всем десантникам еще раз с юбилеем. Не падать духом. Дальше будет еще интереснее. Пока, пацаны. Все, все. На сегодня все, друзья.